В этом небольшом отделе поклонникам «Водника» сегодня предлагают сувениры и атрибутику не только в жёлто-зелёных тонах. Хозяин лавки Евгений Бучильников просит обратить внимание на чёрно-белые шарфы. Они отсылают покупателей к человеку, чьё имя, почти как в «Гарри Поттере», упоминать не рекомендуется. Евгений не боится. Мрачной вязаной продукцией он выражает своё отношение к руководителю Федерации хоккея с мячом России Борису Скрыннику. У молодого человека накопилось немало вопросов к функционеру – и по финансовой части, и по спортивной. Одна из претензий к нему в том, что с сезона 2016-2017 была утвердена новая формула чемпионата России, которая негативно в настоящее время сказывается на посещаемости чемпионата России. Ещё год назад схема проведения чемпионата выглядела так. 13 коллективов играли по круговой системе. Матч дома – матч в гостях. По итогам регулярки 8 дружин, набравших наибольшее количество очков, выясняли отношения в серии плей-офф, то есть на выбывание. Пока не определится победитель. Что же изменилось? В этом сезоне турнир Суперлиги проходит в три этапа. На первом 12 команд разделены на две группы по территориальному признаку – условно-восточную и западную. Борьба идёт только в рамках своей шестёрки. Каждый коллектив играет с каждым по четыре раза. Два дня подряд на своём льду, также и в гостях. На втором этапе четыре лучшие команды в каждой группе объединяются в одну. Грузить вас нюансами всех стадий турнира не будем. Важно понять следующее. После первого этапа все набранные командами очки сгорают. Уже этого, по мнению Евгения Бучельникова, хватило, чтобы интерес болельщиков к играм упал. Во-вторых, количество матчей в этом сезоне выросло фактически в два раза. Ничего хорошего это также не принесло, считает молодой человек. Из-за спаренных матчей на второй спаренный матч в среднем приходит от 40 до 60 процентов меньше людей, чем на первый. Хоккеист не может выложиться на следующий день так же, как в первый день. Соответственно, идёт снижение темпа, снижение скоростей, опасных моментов и так далее. Всё это влияет на качество игры. И болельщик не видит смысла просто за что платить деньги, за что идти на стадион, если качество продукта значительно хуже, чем в первый день. Своё недовольство Евгений собирается выразить на матче «Водник» «Динамо-Москва». Вместе с теми, кто разделяет его мнение и приобрел шарф, изгоняющий с крыльника. Впрочем, речь не о нём, а о новом формате. Мы отправились на стадион и спросили мнение других болельщиков. Высказал свою позицию по чемпионату и историограф «Водника» Виктор Антуфьев. Два матча играть на высочайшем уровне трудно, а порой и невозможно. Что касается плюсов, то да, те команды, которые имеют возможность задействовать большее число игроков, дают возможность им во втором матче проявить себя. Это плюс. Сейчас «Водники» играет 7 чемпионов мира. Как можно молодому игроку пробиться? А вот смотрите, Павел Пожилов, молодой игрок. Смотрите, как он блещет. Данила Кузьмин, 18 лет, он постоянно в матчах. О том, что новый формат чемпионата даст дорогу молодым, говорили и в Федерации. Но действительно ли он повлиял на ротацию игроков в том же «Воднике»? У нас, в принципе, вообще все выходят. В каждом матче ротация игроков идёт хорошая. Дают играть всем, чтобы команда была ровная, чтобы был большой запас игроков хороших. Всё зависит, наверное, от самих игроков, от молодых. То есть, если они будут показывать игру, они и будут играть. Интересный сравнительный анализ провёл красноярец Владимир Дёмкин. Он в цифрах и на примере каждой команды показывает, что молодых хоккеистов на льду больше не стало. А посещаемость на стадионах реально падает. А вот давний поклонник «Водника» Алексей Шептунов считает, что винить в этом новый формат и Федерацию не стоит. Интерес к хоккею с мячом вообще падает, к сожалению. Это такая объективная реальность, потому что всё-таки это вот такая забава, которая, скажем, немножечко устаревает в век высоких технологий и так далее. Всё меньше людей, которые готовы приходить на стадион в любые морозы и болеть за любимую команду. Это просто смена ценностей. С этим, к сожалению, наверное, ничего не поделаешь. Алексей, кстати, новый формат чемпионата устраивает. Если при старой форме возможны какие-то случайности, скажем, неправильные судействия, которые повлияют на результат или ещё что-то такое, то две сдвоенные игры, они показывают полную силу команд. Что ж, сколько людей, столько и мнений. Кстати, у Евгения Бучельникова и его команды выразить своё отношение к происходящему не получилось. Людей в чёрных протестных шарфах можно было по пальцам пересчитать. Вели они себя мирно, ни к чему не призывали. А самого Евгения мы застали вообще без вязаного атрибута. Как же так? Федерация хоккея с мячом вовремя успела отреагировать. Соответственно, шарфы были запрещены к продаже, запрещены к продаже на территории стадиона. Соответственно, на входе людей очень внимательно осматривали. Это не то, на что мы рассчитывали. Федерация хоккея с мячом про акцию группы болельщиков, похоже, знала. Заблаговременно отнесла матч к категории повышенной степени риска. Впрочем, наши болельщики повода для санкций не дали. Благо, и настроение было хорошее. Обе встречи с Динамо завершились в пользу водника с общим счетом 11-1. Что до нового формата, как у любого нововведения, у него есть сторонники и противники. Кто-то определится со своим отношением к нему на исходе чемпионата. Пока водник на коне, но объективно в более слабой западной группе. Стоит ему забуксовать на втором этапе, как многие вспомнят про напряженный график встреч, как следствие травмы игроков, пустеющие трибуны. Однако, если наша команда продолжит уверенную поступь, полагаем, найдутся и те, кто скажет. А ведь это первый этап позволит наладить командное взаимодействие и обкатать молодежь. Алексей Карельский, Артем Юдин. 7 дней в регионе.